привет друзья меня зовут наталья качанова роутс и я рада видеть вас на своем канале я сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями и рекомендациями и это видео будет полезно в первую очередь тем женщинам которые сегодня работают на сайте знакомств и это будет видео полезно опять же тем женщинам которые недостаточно хорошо знают английский язык они возможно его только сейчас изучают и большую часть коммуникации с мужчиной них она проходит с помощью любого какого-то переводчика неважно какого на очень важный аспект женщина не владеет английским языком достаточной степени чтобы понимать тонкости языка и естественно используют переводчик который переводит технический язык переводит условно говоря порядок слов в предложении и дает лишь принцип как бы понимание того смысла что написано в конкретном сообщении или конкретном предложении как-то переписывать из мужчины и вот часто я получаю девочка мне присылают скрины своих переписок с мужчинами где нас задает мне вопрос наталья мужчина постоянно мне пишет там как-то вот такое сексуальное подоплека и вот например могу ли я тебя называть baby мы будем с тобой так ближе или какое-то белье любишь носить или но там какие-то какие-то вопросы которые касаются уже сферы интимных отношений многие женщины боятся этих вопросов потому что все нас наслышаны о сексуальных туристов секс туристов все боятся мошенников и зачастую женщины начинают тогда о нет такой стиль отношения не подходит и она блокирует этого мужчину вот здесь я сегодня хочу дать вам несколько подсказок дорогие девочки первое секс есть он просто присутствует в жизни взрослых людей и это следует понимать так или иначе на какой-то фазе ваших отношений коммуникации вот эта тема интимных отношений близости что любишь ты что люблю я она однозначно возникнет и вам к этому нужно быть готова не нужно закрывать на это глаза говорить ах я не могу говорить я секс это 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 ну как советском союзе так сами да знаете что говорить о сексе это нормально тем более вы взрослые люди и если вам уже 30 40 50 лет но есть предположение что как минимум хотя бы один раз ну какая-то у вас уже интимная близость была особенно если у вас есть дети поэтому давайте так не будем закрывать глаза не будем всех мужчин как бы равнять под одну гребенку и если только мужчина нормальный мужчина как-то вам дал понять у своих сексуальных проявлениях это не означает что он секс-турист и рассматривает вас исключительно как партнера для секса посмотрите развивайте эту тему вполне возможно что он дает вам понять что вы ему привлекательны как женщина а если вы опять же возвращаясь к теме своего на начало видео а если у вас не достаточное понимание английского языка вполне вероятно вы не понимаете все тонкости игры и слов и например если мужчина говорит да вот в америке в парах друг друга очень часто называют бэйби да вот там хами бэйби это как бы вот такая зона близости и не говорите на близости но вот близости партнеров если мужчина говорит вам я бы с удовольствием если ты позволишь я на пусть на тебя буду называть бэйби это не означает что он всех женщин называть бэйби и значит все ему нужно только секс и так далее нет какой-то был возможно понимание новый шаг поэтому я еще хочу сказать девочки пожалуйста относитесь не критично каждому слову что написал мужчина безусловно простите если он конечно вас пригласил на видео связь и тут показывает вам свое достоинство ну вряд ли я бы вам рекомендовала продолжать дальше такие отношения потому что ну скорее всего этот мужчина я не говорю что там он как-то сексуально озабочен то есть ему по большому счету все равно кому показывать вам маши даши ребеке или кому-то еще в этом варианте конечно шатдаун и навеки выключить его из списка своих знакомых но если мужчина вы видите что вы какое-то время общаетесь и он задает вам о чем-то говорите например обсуждаете возможной встречи и он говорит вам о какой тебе нравится белье но это не означает что он заходит на вашу территорию возможно ему хочется сделать вам подарок или ему у него есть какие-то свои эротические фантазии по поводу вас и это нормально вы взрослые люди вы имеете право и имеете возможность говорить и обсуждать тему секса даже если вы еще не были знакомы вот в оффлайн режиме но если вы уже общаетесь какое-то продолжительное если конечно это на втором свидании вам такие вопросы задаются но как-то сомнительно не рекомендовать что хорошо было бы дальше там вам как-то это лучше эти отношения продолжать но если вы уже какое-то продолжительное время общаетесь активно общаетесь рассказывать и делитесь друг другом какими-то своими историями жизненными переживаниями абсолютно нормально говорить на какие-то темы уже более интимное то что может связывать вас как партнеров поэтому девочки пожалуйста не стесняйтесь говорить на тему секса если вам у вас недостаточно английского языка есть подруги которые лучше знают давайте им читать эти сообщения присылайте мне я всегда я всегда вижу читаю скрины и потом могу либо успокоить женщина говорю спасла послушай то что он тебе написал нет ничего оскорбительного для тебя это ты может прочитала с помощью переводчика какие-то ты слова тебя задели твою человеческое достоинство и достоинство женщины на самом деле в том тексте которыми написал мужчина нет ничего что ну вот англоязычную женщину могло бы зацепить за живую потому что в принципе нормально как бы нормально уважительный текст поэтому девочки проявляйте фантазию проявляйте учить английский язык безусловно но и относитесь как бы каждому случаю отдельному случаю рассматривайте его отдельно не валите все в кучу помните что говорить о сексе в двум взрослым людям позволено абсолютно и это никак не умаляет ваше достоинство женщины надеюсь вы меня услышали до встречи пока